Предложили трейд-ин, договорились, потом еще решили кредит взять, потом еще что-нибудь, так что звоните менеджерам, договоритесь, но, пожалуйста, без мата. Следовательно, все живы, здоровы, вы вернулись счастливой домой. Но это все-таки автомобили не для тех, кто любит уехать в леса. Я вам скажу так, что это будущее, если бы у меня был доступ к розетке, так скажем. Вот все хорошо. Ну и, конечно же, крючочки, куда же без крючочков. Здравствуйте. И спасибо, что вы с нами. Спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите лайки, спасибо, что подписываетесь, с каждым днем у нас становится все больше. И огромное вам спасибо, что вы комментируете наши видео. Вот, единственный важный момент, если комментарии с мата, мы их удаляем. То есть, если хотите высказать какой-то негатив, пишите его, но, пожалуйста, без мата. Вот, в остальном, любые ваши предложения, позитивные, непозитивные, любые мы готовы рассматривать. И, кстати, благодаря вашим комментариям мы начали снимать тест-драйвы на автомобилях. Так что, если хотите тест-драйв на этом автомобиле, тоже напишите это в комментариях. И отвечу на часто задаваемый вопрос, почему я не говорю о цене автомобиля. А не говорю о цене, потому что, сами понимаете, цена меняется. И очень многое зависит от того, когда вы смотрите это видео. То есть, если это видео вы смотрите сразу после выпуска, это одна цена. А если вы смотрите этот выпуск спустя год, несколько лет после выпуска, ну, следовательно, цена другая. Следовательно, для того, чтобы узнать актуальную стоимость по автомобилю и вообще наличию автомобиля, переходите по ссылке в описании. Там вы увидите, какие автомобили, в каких цветах, в каких комплектациях есть наличие. Вы увидите стоимость на автомобиле, максимальную и минимальную. Ну, максимальная стоимость — это вот просто пришли, купили, а минимальная стоимость — это пришли, поговорили, предложили трейд-ин, договорились, потом еще решили кредит взять, потом еще что-нибудь. И вот это будет минимальная стоимость. автомобиля так что как говорится приезжайте договаривайтесь и кстати через сайт вы можете любой автомобиль понравившиеся зарезервировать вот так что все просто и легко но важный момент что если вы отказываетесь резерв возвращается полностью к кроме эквайринга то есть на вот этот эквайринг и за 200 рублей что лет которые компании берут за оказание тех услуг они остаются у них а вот основную сумму вам возвращают на счет ну что начинаем а сейчас мы с вами поговорим о sky волги t5 но вначале мы должны вообще разобраться что это за бренд такой skywell это направление холдинговой компании skywood который начал свою историю в 1988 году начал он ее с создание пультов для телевизоров после этими пультами пользовались практически все производители телевизоров ну а после они стали уже производить сами и телевизоры и бытовую технику и 3d очки и холодильники в общем очень крупная компания на очень высоком уровне она работает ну и теперь перейдем к важному к созданию автомобильным направлением 2011 году это произошло основание компании skywell и запуск первого конвейера и данный холдинг представлен в более чем 40 странах мира в 2011 году компания начала работу в направлении автомобильного транспорта но начали начали они с автобусов и потихоньку они купили компанию тоже занимающиеся автобусами и и переработали сделали так что в 2013 году компания выиграла номинацию лучшая инновация среди коммерческого транспорта в китае 2014 год компания разработала дизайн транспорта для юношеской олимпийской сборной и заняла второе место по продажам электрических автобусов в китае 2016 году приступил к созданию первого электрического легкового автомобиля а в 2018 стала основным поставщиком электротранспорта в провинции насчитывающий более 84 миллионов человек и там она вот прям лидер и также кстати в 2018 году состоялась открытая презентация бренда skywell 2019 году skywell заняла второе место в области производства коммерческого электротранспорта в китае в 2020 году компания вышла на европейский рынок а в частности на рынок германии и там данный автомобиль продается под маркой и ларис белл вот ну и также помимо этого автомобиля они еще продают порядка четырех автомобилей в германии спрос на него достаточно стабилен и хорош но сами понимаете на европейский рынок выйти вот так просто нельзя потому что они проводят дополнительные тесты исследования и так далее так вот все эти тесты исследования компания прошла и вот сейчас европейцы также могут пользоваться этим прекрасным автомобиль это 5 в россии представлен в двух комплектациях это комфорт и лакшери у нас сегодня на обзоре комплектация лакшери и так оптика вот так выглядит передняя оптика светодиодные фары светодиодные ходовые огни в лакшери нас лазерные фары дальнего света освещают дорогу на 600 метров перед вами и плюс у нас появляется система управления дальним светом то есть когда автомобиль определяет встречный транспорт он выключает дальний свет как только встречный транспорт проезжает он вновь его включает также для всех комплектации нас передние противотуманные фары у автомобиля есть датчик света то есть когда автомобиль определяет что на улице темно он включается ближний свет как только становится светло или вы выезжаете стон или он вновь его выключает плюс у нас есть функция проводи домой то есть вы можете запрограммировать на 30 60 90 или 120 секунд то есть после выключения автомобиля закрытие его фары будут этот промежуток времени вам освещать дорогу а это можно сделать внутри мультимедийной системы угол наклона фары регулируется электромеханическим способом за счет ползунка которые встроены мультимедийная система а вот так выглядит задняя оптика задняя оптика у нас с вами практически полностью светодиодная кроме одной лампочке который отвечает за задний противотуманный фонарь но сейчас поговорим о самом важном о подкапотном пространстве начнем с капота чтобы открыть нам просто нужно два раза потянуть на за ручку открытие капота и все дальше поднять то есть не нужно вставлять пальцы и там что-то шерудить потом уже поднимать все просто вставили подняли легко и просто это раз но единственно что как видите капот у нас не имеет никаких дополнительных накладок вот в принципе не нужно потому что наш двигатель не создает дополнительно акустические шумы ему не нужен дополнительный обогрев вот но и еще у нас есть нюанс то что капот держится на палке но специалисты задел запчастей сказать что вроде бы планируется поставка гидравлических упор но это опять же вроде бы лучше приезжайте и спрашивать потому что они точно подскажут хотя с другой стороны зачем вам это нужно это надолго надежно потому что данный автомобиль вообще не будет ломаться поскольку электрички они вот просто не ломаются и следовательно те гидравлические упора или там газовый упор они могут испортиться эта палка вещь так подкапотное пространство как видите у нас здесь все в пластике ну потому что чем туда залезать потому что ну что там делать нечего максимум что вам будет нужно это заливать умывательную жидкость вот она очень здорово что располагается с правой стороны то есть следовательно никто грязи у вас не забросает на трассе а вот все сбоку все как нужно ну а теперь давайте поговорим о двигателе двигатель tz200 xsg двигатель переменного тока синхронный трехфазный двигатель на 150 киловатт что равно 204 лошадиные силы и он у нас выдает 320 ньютонов метра крутящего момента опять же преимущество электромоторов что крутящий момент прям снизу разгон от 0 до 100 километров час занимает 7 и 9 секунд максимальная скорость 150 километров в час максимальная скорость вращения двигателя это 15000 оборотов и двигатель у нас установлен вместе с трансмиссией то есть трансмиссия представляет собой интегрированный конструктор который включает электромотор редуктор и силовой блок управления ну и таким образом достигается компактность и малый вес в инструкции написано что вес непосредственно электромотор и я так вот и не с не понял или как электромотор или все эти штуки вместе всего 95 килограмм ну и для понимания опять же это прям максимально дешево то есть после того как закончится гарантия которая прям очень большая если вдруг что-то случится это прямо чтобы обслужить но это ну по сравнению с обычными метра копейки тяговой батареи у нас располагается под днищем автомобиля и это сказывается на управляемость потому что центр тяжести у нас максимально внизу как я говорил у нас с вами там 93 килограмма это электромотор и у еще 442 тоже внизу то есть все максимально близко к земле и это прям картинговая управляемость понятная красотища красота так что договаривайтесь с менеджерами на тест драйв далее если говоря об этом тяговой батареи потому что сразу мне возник вопрос что это за батареи батареи производства китайского производителя тяговых батарей ферасис энерджи ну или фросис энерджи данная компания на рынке китай с 2002 года и в 2022 году она вошла в десятку крупнейших производителей тяговых батарей в китае заняв восьмое место компания начала свою историю 2002 году в калифорнии но после создатели переехали в свою родную страну и продолжили работать в китае и этот производитель постоянно идет по пути рост недавно не исключили договор с дайвер бэнс и также 2022 году они изобрели батарею которую за 10 минут можно зарядить на 400 километров запаса хода вставляете и как заявляют эксперты что эта батарея лучше чем батарея у теслы 4680 вот так что ну понятно все в китае делают потом типа мы изобрели я нет матче в общем одним словом но и перед тем как говорить об этой батарее напоминаю да они первые в области где 84 миллиона человек и они оказывают услуги по перевозке населения ну понимаете то есть это люди которые уже знают что такое тягу батареи как вообще с ними работать значит тут конкретно у нас батареи пи би м 375 192 тире а01 вес у нее 442 килограмма емкость 192 ампер часа и выдает у нас 72 киловатт час первичным когда данный автомобиль вышел на рынок производитель заявлял что на одном заряде можно проехать 520 километров но когда они вышли на европейский рынок европейцы сказали а то то давайте ка подсчитаем все правильно и вот они почитали на одном заряде можно проехать 400 километров и такие настоящие 400 километров и я почитал и послушал много блогеров российских европейских азиатских разных и по опыту эксплуатации то есть действительно 400 410 км можно проехать на одном заряде но это когда у вас плюсовая температура если у вас температура падает минус и минус например более 10 то на одном заряде вы можете проехать порядка 250 километров и того средний если мы говорим что 50 процентов времени вы ездите по холодной территории и 50 по теплой территории у нас средний расход средний ход на одном заряде это 300 там 25 километров получается и возник вопрос почему так существенно сокращается сокращается запас хода вот зимой на при минус 10 градусов и выше потому что наши тяговые батареи есть обогрев да то есть включается зимой и вот вы можете вашу батарею обогреть до чтобы она начала максимально эффективно работать и вообще у нас вот с точки зрения охлаждения обогрева там порядка 11 литров жидкости движется по нашему автомобиль но есть но да по хорошим батареи нельзя разряжать ниже 20 процентов и не надо ее заряжать выше 100 процентов для этого кстати есть специальные процентном вы можете выбрать после того как вы разрядили батарею когда вы заряжаете до скольки заряжать батарею до 70 80 90 или до 100 процентов это очень здорово то есть здесь машина может сама это отрегулировать ну просто как вы задали ей условия говоря о зарядке заряжать мы можем ее как переменным так и постоянным током для этого с правой стороны на крыле есть у нас специальный лючок вот который вы открываете просто рукой тянув потянув его на себя и туда вставляете зарядки значит говоря о комплекте да у нас комплект идет свой зарядник это порядка трех с половиной киловатт на 16 ампер по зарядке если мы рассматриваем что будет заряжать от бортовой сети 220 вот с тремя с половиной километровыми киловаттами 16 ампер производитель заявляет что порядка 12 часов потребуется вам на то чтобы зарядить ваш аккумулятор если мы рассматриваем постоянный ток то вы его можете зарядить но значительно быстрее максимальное то что написано в инструкции возможности потребления электричества это 65 киловатт час ну понимаем да то есть у нас 72 киловатта следовательно чуть более часа если вы машину разрядили в ноль на то чтобы зарядить ваш аккумулятор вот но я думаю что вы так разряжать не будет потому что это очень сказывается негативно на ресурс батареи ну а сейчас давайте посчитаем математику и того при плюсовой температуре мы можем проехать порядка 400 километров при минусовой порядка 250 километров и того средний у нас запас хода на одном аккумуляторе это 325 километров вычитаем из этого порядка 20 процентов потому что мы не можем разряжать аккумулятор ниже 20 процентов ну чтобы он нам долго служил и того у нас примерно там 250 километров так получается на одном заряде и того за год среднем автомобиль проезжает 17 тысяч километров в день выходит 47 километров следовательно мы начнем расчет с бензиновой версии то есть возьмем автомобиль у которой средний расход это 11 литров на такой же средний размерный кроссовер бензин 55 рублей того у нас выходит 605 рублей будет стоить 100 километров пути а на электричестве у нас выходит следующем 4 рубля у нас стоит один киловатт итого 72 киловатт часа мы заряжаем нашу бак от батареи но опять же мы будем считать что мы полностью заряжаем хотя всегда 20 процентов остается и того у нас выходит 288 рублей делим это на два с половиной и того у нас на 100 километров выходит 110 рублей но этот прям по максимуму по максимуму что в пять с половиной раз дешевле то есть при 17 тысячах километров год у нас получается 100 2000 нас расход только на топливо на бензиновую версию и 18700 это на электрическую версии того у нас как видите очень большая экономия то опять же без учета налогов технического обслуживания там расходников масел колодок дисков фильтров коробка ну по факту это двойная планетарная цели цилиндрическая трансмиссия да то есть это просто вот по факту моего как открыли закрыли кран наверное как-то так да то есть и тем самым мы определяем куда должны были поехать все крутящий момент у нас приходит только на передней ось потому что наш автомобиль передние приводный но у нас есть большой систем большое количество помощников которые не позволяют пробуксовывать позволяют выйти из сложных ситуаций габариты skywell это 5 длина автомобиля 4 метра 69 сантиметров ширина автомобиля 1 метр 90 сантиметров высота автомобиля 1 метр 69 сантиметров колесная база 2 метра 80 сантиметров дорожный просвет замеренный мной составил 17 с половиной сантиметров гарантии на это 5 составляет пять лет или 150 тысяч км пробега что наступит раньше но есть элемент на которой гарантия выше да вы не ослышались есть такие элементы и так электропривод в сборе на него гарантия 8 лет или 150 тысяч км пробега что наступит раньше гарантия на тяговую батарею составляет 8 лет и 200 тысяч км пробега что наступит раньше но есть элемент на которой гарантия ниже например 12 вольтовая батарея на нее гарантия 6 месяцев или 5000 км пробега что наступит раньше ты он нужно проходить раз в год или раз в 10 тысяч км что наступит раньше. Но на ТО, как правило, на каждом ТО меняют салонный фильтр. В остальном, как вы понимаете, здесь нет ни масел, ни фильтров, ни свечей, ни каких-то таких еще расходных элементов. Ну и вообще говоря, например, о тормозной системе, она будет значительно реже меняться на диске-колодке, нежели на обычном бензиновом или дизельном автомобиле, потому что здесь есть процесс рекуперации, и он очень сильно увеличивает срок службы дисков и колодок. Тормозная, охладительная и масло в редукторе вам нужно будет менять раз в 30 тысяч километров пробега. Ну это вот в рамках ТО нужно будет производить. В принципе, все. Опять же, это к вопросу о том, что здесь максимально все просто. Пусть и опять тысяч километров пробега вам нужно будет пройти нулевое ТО, то есть вы на него приезжаете, проводят осмотр вашего автомобиля. Обкатка. В инструкции написано следующее. Первые 2000 километров используйте автомобиль в эко-режиме. Видите машину плавно, избегайте превышения скорости автомобиля во время использования. Избегайте экстренного торможения в течение первых 300 километров. Не ездите быстро или медленно на одной скорости в течение длительного времени. Не буксируйте другие транспортные средства первые 2000 километров. Колеса у нас 19 диаметра, поверх них резина 235-50. А все колеса оснащены датчиком давления в шинке, то есть когда одно из колес спущено, информация об этом придет вам на приборную панель. Передняя подвеска у нас независимая типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска у нас независимая пружинная многорычажная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Как передние, так и задние колесные арки изнутри у нас покрыты пластиком. На выбор у вас один из четырех вариантов расцветки, то есть ну и все-таки варианты консервативные. Вообще говоря, внешнем облике автомобиля видно, что это автомобиль не из будущего и также видно, что это автомобиль не из прошлого. Вы знаете, долгие годы он будет выглядеть таким правильным консерватором. То есть выглядит он вот прям красиво. Красиво его нарисовали. Но опять же, без вот этого эффекта. Вау, как интересно, как необычно. Вот прям, прям хорошо. И вот когда этот автомобиль изучал на сайтах Европы, смотрел блогеров европейских, ну вот, знаете, вот он едет по европейским дорогам. Но очень хорошо, очень хорошо он вписывается. Я думаю, отлично он впишется также и в наш российский поток транспортных средств. Попросил специалистов из Major Expert замерить толщину лакокрасочного покрытия. Итак, передние крылья, капот и крышка багажника это порядка 90 микрон. Остальные элементы кузова порядка 110 микрон. Вот, ну, плюс-минус. Толщина лакокрасочного покрытия на пороге и на центральной стойке порядка 55 микрон. Если мы посмотрим с вами на днище, то увидим, что там у нас совершенно ровная поверхность. Все потому, что плавный пыльник, который защищал бы картер двигателя и тяговая батарея 440 килограмм, у нас такая же ровненькая. Вот это, во-первых, отличная аэродинамика, ну и, во-вторых, как я уже говорил, у нас будет супер крутая управляемость, потому что центр тяжести у нас прям максимально низкий. Вместе с автомобилем у вас будет вот таких вот два ключа. С помощью ключа вы можете закрыть, открыть автомобиль и открыть крышку багажника. Ключ у нас вот эти вот блестящие элементы, они металлические, ну и он, и они придают определенную такую приятную премиальную тяжесть ключу. В автомобиле система бесключевого открытия, то есть вы подходите к автомобилю, нажимаете на кнопку виртуальную, дверь закрывается, вставляете руку, дверь открывается. Но это, правда, работает только на водительской двери, то есть бесключевое открытие. И приятное наблюдение, что в автомобиле реализована система проветривания, ну и закрытия стекол и люка. То есть вы нажимаете на кнопку закрытия, удерживаете ее, и все стекла и также люк, они закрываются. вот вот так закрывается и также нажав на кнопку открытие удерживаю вы открываете стекла и люк если он будет вашей комплектации зеркала у нас с вами с обогревом с электроприводом и как вы обратили внимание они у нас электрическим способом могут складываться или складываться или раскладываться нижняя накладка на двери пластиковая она очень длинные плюс она ответе немножечко с так же за выбортом в общем уходит под порог следовательно и плюс тут такой очень хорошая резиновая резиновый уплотнитель то есть когда будет попадать внутрь автомобиля и будете цеплять одеждой за порог ну и когда будете выходить ваша одежда будет оставаться чистой единственно что обратить внимание на порог это что у нас открыт и рекомендую сразу водили до оборудования защитить порог то есть или бронепленка или какой дополнительной накладки потому что момент выхода в любом случае будут цеплять и со временем краска во бьется а с учетом того что на здесь толщина краски порядка 55 микрон временно это отбитие ну потребуется не так уж и много ну а теперь поговорим о дизайне нашего автомобиля начнем с верхней части вверх и дальний верх это у нас мягкий пластик после здесь такой шевчик натуральный рыженький шевчик вот эта зона которая похожа вроде бы на единый дефлектор но по факту дефлектор вот здесь только сбоку то есть вы можете направить поток воздуха и здорово что также вы можете взять открыть или закрыть дефлектор вот это хорошо после накладочка под дерево как ведь она уходит аж прям за мультимедиа выглядит очень модно стильно действительно похоже на настоящий дерево потому что такая структурная далее вот эта вот зона хромированного пластика я бы ее назвал бы хромированного матового пластика назвала зона сдачи отпечатки пальцев то что притягивает она их просто на раз-два ну а под ней у нас располагается подсветочка подсветки мы поговорим чуть позже и так перчатки выполнен из пластика твердых таких премиальных пород имеет он у нас также премиальное открытие изнутри он у нас пластиковый по вместительности листок формата а4 можете сюда достаточно легко положить как по ширине так и по глубине достаточно вместительный перчатки ящик слева у нас вот такое пространство обтянута эко-кожей шовчиком вот ну а снизу место куда вы можете что угодно положите там кстати у нас беспроводная зарядка но они тоже поговорим чуть позже верная карта у нас из тех же самых материалов то есть вверх это у нас мягкий пластик после накладочка под дерево вот такой вот красотичный красотичная ручка матовый хром дальше здесь у нас тоже матовый хром под ним подсветочка но опять же если мы рассматриваем нашу комплектацию после зоны с которой контактирует ваш локоть она мягкая и также на дверной карте у нас здесь находится алькантара вот но опять же это с учетом того что наш салон серый если так понимаю рассмотрим комфорт там алькантара не должно быть там будет просто кожа ну а ниже мы спускаемся здесь у нас просто место куда вы можете что угодно положить все и нас регулируются по четырем направлениям управляются они за счет электро тяги то есть мышцы двигаться вперед-назад спинка наклоняется спинка поднимается очень здорово что можно сидение регулирует сразу нескольких плоскостях то есть можно сдвигать спинку и например сдвигать сидение вперед вот это все можно сделать не то что увольна а тут можно смотрите так сижу как обычно с расстояния у меня кулак расстояние от ноги до колено у меня здесь буквально 12 пальцата седушки действительно длинные несмотря на то что у нас нет регулировки под подушки как видите нога здесь не провисает прям сиденья очень-очень комфортно если сдвигаюсь максимально влево то сюда встает 3-4 пальца боковая поддержка у нас с вами здесь присутствует и достаточно хороший в ней уплотнике говоря о твердости сидения прямо действительно твердый то есть сидишь на них так понимаешь как будто гоночный болит но какого-то дискомфорта это не создает габариты передних сидений ширина 49 сантиметров глубина 50 у спинки боковая поддержка более развитые чем у подушки но и обратить внимание на то что здесь есть отличные расширители для плечей то есть можно прямых разбросать и будет комфортно расстояние над головой при условии что у нас с вами панорамная крыша два пальца если панорамная крыша не будет комплектации комфорта расстояние будет целых четыре пальца вот такие это у нас с вами коврики в стиле дорого-богато значит по постановке ног если многие захочу поставить по центру сделать я это не смогу потому что вот тут уже колесная арка то есть если я хочу ноги вытянуть и чтобы они не стояли под таким углом я их тут должен сместить немножечко влево да то что во факту как видите у нас половина пространство для ног занимает колесная но если ноги будет ставить вот так то в принципе как видите нормально можно их разместить ну все-таки давайте замерим если ноги поставлен на колесную арку ногу на колесную арку и подвину влево то сюда войдет аж целых две ноги а то даже и две с половинкой и так колесная база 2 метра 80 сантиметров при условии что у нас с вами еще 440 килограмм под нищим взять как она едет по трассе ну просто красота давай теперь посмотрим сможете ли вы это делать большой компании и так двери как видите кстати дверь второго ряда на прям максимально широкой в разы больше чем у skoda kodiaq и других конкурентов открывается она вот так по ограничителем раз два ограничителя то есть в крайнем центральном положении раз-два слушать как легко попадать ну то есть понятно да колесная арка у нас то есть много места здесь раз-два-три даже три с запасом кулака и по этой причине очень легко сюда попасть на второй ряд сидений ну что посадка самим собой двери прямо распахиваются очень напоминает это бмв x7 вот по ощущениям что можно прям сюда забраться или volkswagen terremont раз-два на расстояние сами собой здесь да прям очень много кулак и еще три пальца вот в принципе можно это расстояние увеличить если вот нажать на спинку то есть аж целых два кулака может войти вот значит это раз но единственно обратить внимание на то что ноги вперед я сильно протолкнуть не могу ну и связи с этим как видите у меня нога не тут немножечко провисает несмотря на то что по сиденью подушка сидений 2 ряда достаточно длинно но если например вам нужно на втором ряду сиденье максимально комфортно это можно сделать просто сдвинув вперед когда в сиденье сдвигаете вперед то следовательно потом также можете легко протолкнуть ноги вперед наш дефлектор у нас находится но достаточно далеко то есть вот все я протолкнул ноги вперед и нога уже вот здесь не провисает сидеть максимально комфортно наполнитель здесь такой же жесткий как и наполнитель для переднего водителя и пассажир то есть сидишь и чувствуешь прям прям полотничком плотничком габариты второго ряда сидений расстояние от подлокотника до подлокотника 136 сантиметров глубина 50 сантиметров спинку нас имеет регулировку то есть этот максимально горизонтально это максимально вертикально то есть но здесь небольшой ход очень похож на ход в ауди там тоже типа регулировка наклона спинки но это конечно всего такое но с другой стороны конечно вот такой маленький ход он позволяет нам чувствовать себя более комфортно единственно что это подголовники рост у меня метр девяносто и честно говоря мне немножечко тут тесновато подголовники больше не поднимаются этих мог могой конечно поднять вот вот тут как то так поднять но без фиксации они сейчас вот так и тогда в принципе было бы хорошо но к сожалению тут нет фиксатора и я только немножечко подвинуть вперед они встанут на место опять будут упираться в спину не особо комфорт не помню что они так сделали при условии что расстояние над головой то присутствует и присутствует хоть не особо сильно но по ощущениям что она была расстояние от головы у меня здесь целый палец но тут у нас панорамная крыша она уменьшает расстояние примерно на два пальца так что если бы я не было бы в расстоянии больше вот что что с подголовниками они конечно интересное решение приняли панорамная крыша кстати да напоминаю нас идет только комплектации лакшери и она самая большая в классе по крайней мере так заявлять предварительно действительно большая то есть прям вот прям обзор причем да видите нас очень большой люк и вот стекла много с точки зрения комфорта на числе у нас такой же мягкий подлокотник как для водителей пассажира располагающихся на дверях и на дверях и по центру тоже вот такой вот подлокотник значит здесь нас два подстаканника с фиксаторами и здесь у нас в принципе достаточно неплохо лежит рука по длине подлокотник хорош но опять же наличие подстаканников по факту чуть ли не по центру подлокотника создает нам определенные нюансы по постановке руки то есть если у вас будет стоять жидкость вам руку может быть то так вот держать хотя принципе так у всех слушать сейчас я понимаю да мне не особо хочется вот так назад откидываться хочется чтобы маленький ход а уже совсем другие ощущения вот так значительно комфортнее когда спинка поровне можно ли здесь и троем да можно настроение безопасности 3 подголовника вот и отсутствует совершенно тоннель да но в принципе понять почему отсутствует потому что у нас там снизу большая батарея она конечно немножечко подняла пол по этой причине на голову здесь провисать и так слева направо я могу как искал легко перебираться над центр поставив ноги мне кстати здесь более почему-то комфортно чем сбоку не знаю почему но софа действительно места много если мы рассматриваем это автомобили как семейный автомобиль здесь например посадили ребенка сюда обсадили ребенка то в принципе по центру даже может войти целый человек вставляете вот но даже если вы не будете сюда по центру кого-то класть здорово что расстояние до спинки далеко а вы сидите сажайте детей в своих креслах они в принципе до пола не достают и следовательно посмотреть какой у вас будет какой будет поиспытывать удовольствие что дети во время дороги не будут вам стучать по спине и родители и давай побыстрее вот это вот все может быть если у вас будет это 5 я не про детей нет не то что если вы купите машину вас будет дети а то что если они у вас есть вы будете здесь перевозить то они не будут вам стучать и так что предлагается для пассажиров 2 ряда как я говорил есть подлокотник дальше нас по центру есть два дефлектора здорово что можете направить поток и ограничить скорость подачи воздуха прям хорошо ниже впускаемся у нас с вами располагается 2 usb разъема и розетка на 220 вольт вот но ясно что это розетка доступна только для нашей комплектации лакши также для пассажиров 2 у нас такая подсветочка светодиодная и ручки с лифтом ох молодцы вот все хорошо ну и конечно же крючочки куда же без крючочков комплектации лакшери задняя часть автомобиля у нас имеет тренировку стекла напоминаю нас с авторежим то есть один раз на один раз нажав на кнопку вы можете его или опустить или поднять то есть удерживать кнопку не нужно и когда стекло опущено она опускается вровень с дверью вот и вы следовательно можете выставить руку навстречу ветру верхняя часть здесь такая же мягкая как верхняя часть для водителя и пассажиру следовательно мягкое равноправие на втором ряду сидений для двух пассажирских мест у нас есть фиксатор для установки детских кресел системы iso fix это раз ну и плюс у нас 6 подушек безопасности то есть две фронтальные две боковые встроенные в сиденья и шторки от которой открываются как на передней так и на задние стекла ну что поговорим о задней части skywell это 5 и начнем сверху здесь у нас спойлер в который интегрирован стоп-сигнал после как видите тонированное заднее стекло напоминает только в лакшери тонировочка в комплекте она с обогревом и плюс вот такая вот щеточка здорово далее оптика у нас задние полный светодиодные напоминаю кроме против туманных фонарей да и внутри них галогеновые лампочки надпись skywell у вас появляется только когда у вас включено зажигание то есть зажигание не включено будет ну и вы включили оптику да то будет включена только линия спускаемся ниже и видим здесь у нас камеру заднего вида о том как она работает мы поговорим чуть позже но здорово что рядом с этой камерой заднего вида есть подсветочка светодиодная молодцы ниже спускаемся видим 6 аж целых шесть парктроников почему потому что но это прогрессивная технология безопасности машина может сама ездить на парковаться в общем много чего она сама может умеет сама может умеет делать вот но об этом поговорим чуть позже у большинства три а вот тут шесть молодцы ну а смотрим снизу и видим что там нас вообще ничего нет никакой выхлопной системы потому что наши машины полностью электрической ну и следовательно никаких выбросов негативных атмосфер она в принципе не осуществляет откуда берется электричество это неважно крышка багажника у нас электрическая то есть электрическим способом может открыться или закрыться открыть мы можем несколькими способами с помощью ключа с помощью кнопки из салона с помощью кнопки вот здесь или мой любимый способ с ноги только сделали вот так она поняла что мы хотим и открывается единственно что крышка багажника с ноги не будет открываться если будете постоянно ездить по грязи и не прочищать потому что там же датчик если он забьется то конечно эта функция срабатывать не будет. Когда крышка багажника поднята в максимально верхнее положение, ну, получается метр девяносто плюс подошва, здесь где-то метр восемьдесят пять у нас выходит. Вот, значит, тут-то метр восемьдесят пять, а вот тут такого обычно я не видел в таких кроссоверах очень невысокая погрузочная высота семьдесят четыре сантиметра, да, то есть, чтобы что-то сюда положить, семьдесят четыре сантиметра нужно преодолеть. И здорово, что центральная часть, она свободна от бампера, да, то есть, вы можете легко что-то грузить-выгружать, и бампер не заденьте. Но если все-таки хотите обезопасить свой бампер, то сделайте это, сделайте, покройте его бронепленочкой, чтобы вот он вообще на долгие годы вам служил верой и правой. Далее, шторка здесь у нас присутствует, вот так она открывается, вот, никак не фиксируется, но вот открылась и открылась. Также в багажном отделении у нас с вами первое, на что обращаешь внимание, это коврик. Как видели, наверное, уже и в салоне у нас вот такие вот стеганые коврики, ну, премиум, куда же. На что обращаешь внимание? На то, что здесь все в ткани. Это здорово. То есть, во-первых, это улучшает шума изоляцию внутри вашего автомобиля, ну и плюс ткань значительно сложнее расцарапать, потому что когда пластиковые боковые части, их легко расцарапать, потом это выглядит не очень эстетично, а вот ткань она очень хорошая. Что еще мне здесь нравится? Что здесь есть с подсветочкой, и эта подсветка светодиодная, да? То есть, понимаете, все светодиодное, никаких галогенов, ну, кроме протитуманок. Далее, в багажном отделении у нас располагается розетка на 12 вольт и фальшпол. А под фальшполом у нас органайзер, в котором у вас будет располагаться ремкомплект для резины. Если вдруг вы пробьете колесо, то есть, вы взяли и заполнили жидкостью пробитые колесо, и все, поехали дальше до сервиса. И также переносной провод, который сможет заряжать ваш автомобиль от обычной бортовой розетки. Как видите, под органайзером у нас ничего нет, только пол. Вот, следовательно, наш автомобиль без запасного колеса. Вчерения складываются у нас в пропорции 60 на 40. Сложить можете их двумя способами. То есть, первый способ — положить их просто поверх подушек, а второй способ — для этого вам нужно ставить вот сюда руку и потянуть за край подушки. Она отщелкнется. После вы продолжаете тянуть ее вверх. И дальше все, наклоняете и ставите. После вы складываете сиденье, но предварительно нужно сложить подлокотники, подголовники. Все, и вот так их складываете. Важный момент. Как видите, у меня здесь нет пустот, то есть плавно переходит из спинки в фальшпол. Но если у вас есть пустота, скорее всего, вы просто этот коврик не прицепили. Потому что он у нас с липучкой, следовательно, вам нужно будет одну часть липучки прицепить к спинке, а вторую часть липучки прицепить к фальшполу. И тогда у вас будет вот такая вот ровная поверхность. Чтобы вернуть все в исходное положение, в принципе, вы должны совершить те же самые действия. То есть, поднимаете спинки. И после, если вы просто вот так вот положите, то, скорее всего, потом вы не найдете замки ремней безопасности. Следовательно, вам нужно сначала будет эти замки взять в руку. Не просто, но можно. Все. Дальше отпустили. Как видите, сидушка вернулась в подушку, подушка вернулась в исходное положение. Вы сюда кладете замки и также потом нажимаете, чтобы подушку зафиксировать. Габариты багажного отделения Skywell ET5. Объем багажного отделения 467 литров. При разложенных сидениях второго ряда 1141 литр. Ширина дверного проема 105 сантиметров. Расстояние от пола до потолка 79 сантиметров. По диагонали 115 сантиметров. Расстояние от пола до шторки 42 сантиметра. Ширина в зоне до колесных арок 141 сантиметр. Ширина в зоне колесных арок 111 сантиметров. Глубина по нижней части 93 сантиметра. Глубина по верхней части 65 сантиметров. По диагонали 145 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до сложной спинки сидения второго ряда, когда сидение сложено вровень с полом, составляет 166 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 186 сантиметров. По диагонали 205 сантиметров. Водительское сидение — это же космос. Оно отличается от сидения пассажиров тем, что оно имеет больше регулировок. Но помимо того, что мы можем с вами также двигаться назад вперед, спинка наклоняется, спинка поднимается. У нас есть возможность поднять сидение вверх, опустить вниз. Сейчас я нахожусь в самом нижнем положении. Расстояние над головой у меня получается четыре пальца. Если я поднимаюсь максимально вверх, то упираюсь головой в потолок. Следовательно, ход здесь порядка пяти пальцев, то есть порядка целого кулака. И плюс у нас с вами есть регулировка поясничного отдела. То есть можем надуть подушку и, следовательно, эту подушку сдуть. И, кстати, настройки наших сидений мы можем с вами сохранить. Для этого мы просто нажимаем вот сюда на надпись на сидение, выбираем это положение. Кстати, мы можем управлять сидением и непосредственно вот здесь на экране. То есть поднять вверх-вниз, сдвинуть. Все это мы можем здесь. Наклон. Тут же у нас обогрев-вентиляция. И выбранное положение мы можем легко взять и сохранить. Вот так тут все может быть. Ну и плюс наше сидение — это суперкрутые сидения, которые позволяют нам, если потребуется, перейти в максимальный горизонт. То есть мы можем с вами, войдя в систему, нажать одну кнопочку, и все. И наше сидение превращаться из вот таких обычных сидений в спальное пространство. Почему? Ну, во-первых, как видите, у нас подголовник отличается от подголовника водителя, у пассажира, потому что у нас есть боковые вот эти вот подушечки, которые как раз нужны, когда вы спите, чтобы голова не вылетела. И сидение у нас наклоняется вот так вот назад, максимально назад, причем упирается прямо в подушку сидения второго ряда. И подушка, и у нас под колени выдвигается атаманка. Представляете, да, здесь есть атаманка. Вот. В принципе, логично, потому что концерн занимается, занимает лидирующие позиции в области продажи автобусов. Вот. Ну а люди, кто занимается в автобусной сфере, это люди, которые очень сильно устают, и они понимают, что нужно когда-то отдыхать. А где лучше отдыхать? В своем. Лучше отдыхать на своем рабочем месте. Ну и давайте действительно, почему нет, да, пока кого-то ждешь. Почему-то всегда все для пассажиров, там, для передних, для задних, а для водителей ничего. Они молодцы, подумали о нас, о водителях, и сделали для нас все самое лучшее. Вот. Далее. Если мы говорим с вами о вообще комфорте размещения. Нравится. То есть справа удобный подлокотник, плечи прямо на своем месте. Ну, единственное, что вот сидушка, как говорят, жесткая. Потому что сегодня несколько человек уже в ней сидели, и говорю, какая-то жесткая сидушка. Ну, понятно, потому что данная автомобильщина стоит в салоне BMW, и рядом там есть мягенькие BMW. Вот для жестких BMW-шников эти сидения тоже жесткие. Вот. Как так? Не понимаю. Ну, как факт. Значит, слева хорошо лежит рука. Подлокотник прям приятный. Очень мне нравится. Это алькантара. Наверх я руку также могу легко положить. Легко положить. Вот. Потому что, ну, достаточно широкое пространство. Причем, как видите, можно положить даже не открывая стекло. Вот. Но все-таки, наверное, комфортнее будет передвигаться вот так. Комфортнее передвигаться будет вот так. Если я руку сдвигаю назад, я, упираясь в стойку, не чувствую какого-то дискомфорта. Потому что вот так они все сделали правильно, что рука плавненько обходит, если вдруг нужно, обходит центральную стойку. Если отодвигаюсь максимально назад, то ноги я не могу целиком вытянуть. Но я не думаю, что это прям какая-то беда. Но длинноноги люди здесь, в принципе, смогут разместиться. Потому что мы помним, что мы можем отодвигаться далеко-далеко, потому что сзади места очень много-много. Руль у нас вот такой, трехспитцевый, ну, практически спортивный. Нижняя часть почти скошена. То есть они ее скосили, но немножечко все-таки она с изгибом. Вот это у нас не пустота, это вставка. Вот. Ну, вот такой вот он интересный. Кожаный с прострочкой, с такой рыженькой. То есть прям все под цвет, все как нужно. Значит, мне очень нравится, что с обратной стороны руля у нас здесь выпуклости, да, чтобы легко пальцы вставали. Это хорошо. То есть легко будет крутить рулем, руль не потеряется. Причем выпуклости вот здесь тоже находятся. Это хорошо. Далее. Руль у нас регулируется в двух плоскостях. То есть мы можем сдвигать руль вперед-назад и поднимать его вверх-вниз. Ну, для того, чтобы найти себе здесь оптимальное положение. Значит, руль у нас, понятно, с электроусилителем. Вот. Ну и чтобы им крутить, нам вообще не нужно прикладывать усилия. То есть вот так раз пустили, и он стал сам крутиться. По количеству оборотов. Раз. Два. Ну, практически три оборота. Вот. Жесткость руля мы можем изменять внутри мультимедийной системы. Слева кнопки, которые позволяют взаимодействовать нам с круиз-контролем и с приборной панелью. И вывести перед своими глазами то, что нужно именно вам. А справа кнопки, позволяющие взаимодействовать с мультимедийной системой. То есть регулировать громкость, отвечать на звонки. И данную кнопку можем запрограммировать так, как нужно именно нам. Слева у нас рычажок на нем, надпись авто. Это значит, у нас с вами есть датчик света, я напоминаю. И такая же надпись авто есть у нас на правом рычажке. Она говорит о том, что у нас есть датчик дождя. Приборная панель на с вами полностью цепровая. На него выводится вся необходимая информация. Запас ходок, что у нас, какое состояние колес. Скорость. Как вот видите, у нас 53%. 53% это у нас 213 километров. То есть видите, в принципе, свои 400 он должен проходить даже по этим показателям. На 100 километров он показывает, что мы тратим примерно 17,2 киловатт часа. И непосредственно информация с мультимедийной системой. Итак, что у нас окружает? Слева, как я уже сказал, хороший мягкий подлокотник. Потом здесь блок управления стеклами. Напоминаю, что все стекла у нас авторежим. Также блок управления зеркалами. Зеркала мы можем с вами сложить, разложить. И плюс, если мы зайдем с вами в меню поглубже, мы можем отдельно, например, сложить левое зеркало. Или отдельно сложить правое зеркало. Или сложить их вместе. Очень здорово они это придумали. Ну, потому что не всегда нужно все складывать. А вот хочется сложить только что-то одно. Значит, дальше. Здесь у нас слева располагается такой бардачочек, куда вы можете что-то положить. Он полностью пластик, как снаружи, так и снутри. После мы с вами видим вот здесь по центру какой-то динамик. Что за динамик? А это динамика Реглонас. Вот там он у нас. Центральный подлокотник. Это как в Мерседес. По крайней мере, так сказали владельцы BMW. Здесь подлокотник как в Мерседес. Да, потому что он нас вот так вот раскрывает свои пространства для нас. Да, чтобы легко можно было слева и справа и со второго ряда в середине сюда попасть. Пространство у нас с вами охлаждаемое. Да, то есть можем его охладить. Можно сказать, практически холодильник. Выше за этими вот жалюзиями у нас скрываются два подстаканника. Подстаканники с фиксаторами. Причем такие хорошие, мощные фиксаторы. То есть, если что-то они будут держать, то вообще удержат на ура. Ну и тут место, я так понимаю, куда вы теоретически можете поставить свой телефон. Но ваш телефон должен быть, правда, очень маленький. Потому что мой телефон сюда уж никак не влезает. Выше у нас располагается электрический стояночный тормоз, который сам деактивируется, когда вы начинаете движение. Ну и, следовательно, смотрите, мы его включили. Начинаем движение. Все, он сам активируется. Ой, дезактивировался. Нажимаю паркинг, он сам автоматически включается. Под ним у нас располагается кнопка, активирующая систему Auto Hold. То есть, это система, которая позволяет нам стоять на светофоре, не нажимая педаль тормоза, не перевезя коробку передач из режима Drive в нейтральный или в паркинг. То есть, просто выжимаете педаль тормоза, система понимает, что вы ее активировали. Дальше педаль тормоза снимаете. И пока вы не нажмете педаль газа, машина будет стоять недвижимая. Ну и выше у нас располагается коробка передач. Напоминаю, что наша коробка передач не настоящая коробка, а по факту просто джойстик, который позволяет нам сказать системе, что мы хотим. Ехать назад, вперед или выйти, например, в спорт режим, потому что, как видите, у нас здесь буковка S есть, поскольку мы тоже можем быть на спорте. То есть, чтобы нам выбрать нужную нам передачу, мы выбираем, например, нейтраль, реверс, драйв, спорт или можем нажать просто паркинг и все. Но, правда, как видите, эта глянцевая часть очень любит притягивать отпечатки пальцев. Снизу у нас с вами располагается USB разъем для подзарядки и передачи данных и розетка на 12 вольт. И в нашей комплектации есть беспроводная зарядка. Дальше. Здесь блок управления климат-контролем, о нем чуть позже, о мультимедии чуть позже. Дальше. Слева у нас кнопочка старт-стоп, то есть мы можем с вами безключимым способом завести наш автомобиль. В принципе, логично. Электричество, современность. Тут оно все есть. Выше зеркало с автозатемнением. Когда на него попадает свет, оно становится темным. Как только свет на него перестает попадать, оно вновь становится светлым. И выше подучешник. Хороший такой подучешник. Вот слева и справа у нас козыречки. В козыречках зеркала, но в зеркалах, к сожалению, нет подсветки. И здесь блок управления шторкой, люком. Да, вот. Он здесь у нас располагается. Ну и давайте поговорим о климат-контроле. Как я говорил, фильтр кондиционера нужно менять каждое ТО. Почему? Потому что автомобиль наш автоматически включает процесс рециркуляции воздуха. Потому что здесь фильтр N95. Это фильтр, который очищает до 95% вредных, там, очень вредных микроэлементов. В общем, чуть ли не вирусы останавливать. Итак, климат-контроль у нас выводится на мультимедийную систему. То есть вы его можете активировать, деактивировать, активировать, направить поток. Или просто нажать режим авто. И он все сделает красиво. Вот. Температуру вы можете выбирать здесь. Вот таким способом. Как видите, климат-контроль у нас однозонный. Далее. Ну и можете взять его, просто отключить. И можно вывести вот так вот. И непосредственно смотреть, что он нам предлагает. Да, то есть. Ну и обратите внимание, что он настроен на то, чтобы работал по принципу внутренней рециркуляции воздуха. Потому что он считает, что его фильтр, а действительно фильтр у него хороший, позволит очистить воздух от окружающих вредных примесей. Потому что он думает, что он в Китае, где плохой воздух. Нет. Ты в России, у нас тут всегда чистота. Так. Далее. Давайте мы эту систему пока отключим. То есть он нам показывает внутренние автомобили. Внутри автомобиля 25,5. А снаружи автомобиля 22 градуса. Очень удобно. То есть он показывает, что да как. И посмотрим, какие есть настройки в рамках нашей климат-системы. Кондиционер автоматически снижает скорость ветра при звонке. Очень классная тема. То есть когда вам звонят, если у вас сильно дует кондиционер, чтобы шум в Bluetooth не попадал, он автоматически снизит скорость. Вообще крутая тема. Так. Дальше. Воздухоочиститель. Воздухоочиститель автоматически у нас включается после того, как мы с вами открываем или двери, или, например, стекла. То есть у нас происходит процесс рециркуляции воздуха для того, чтобы очистить наш воздух от внешних негативных примесей. Дальше. Напоминание о качестве воздуха. И напоминание о температуре. При включении температуры кондиционера регулируется в соответствии с текущими температурами в автомобиле. Говоря о теплых опциях, мы заходим вот сюда в раздел. И видим, что мы можем с вами включить обогрев сидений. Обогрев сидений сказывается только на подушку. Он у нас трехдиапазонный. И вентиляцию тоже отдельно или водителя, или пассажира. Ну а сейчас давайте поговорим о мультимедийной системе. Это 12,8 дюймов. То есть действительно большая мультимедийная система. Она на правильном уровне находится. То есть ни внизу, ни наверху ничего не закрывает, а вот там, где нужно. И с ней легко взаимодействовать. Блок будет большой, потому что я разберу все-все пункты. Итак, что у нас здесь есть? Ну, во-первых, это то, что сейчас звучит, будь то радио или по Bluetooth какая-то музыка, или через SD, или через флешку. Дальше. Местные СМИ. Это в данном случае как раз является флешкой. То есть что мы можем через флеш слушать? Мы можем слушать музыку, видео. Да, то есть вот Маша и Медведь я включаю. Причем, как видите, он сразу нам на весь экран это выводит. Это очень здорово. Плюс мне очень нравится, как вы можете взаимодействовать. То есть вот видите, легко можете взять и прокручивать. Прям, ну, здорово, здорово. Также вы можете, кстати, определить в меню, можно ли или нет воспроизводить видео во время движения. Но это вы сами определите. И плюс, как видите, вот яркость. Тоже можете регулировать самостоятельно. А тут громкость. То есть все удобно. Как бы нет лишних кнопок. То есть справа громкость, слева яркость. И непосредственно, вот видите, можно из плейлиста выбрать. То есть вот с точки зрения прям удобства пользования прям очень-очень хорошо. Дальше жмем сюда, возвращаемся назад. Ну и непосредственно, если были у меня здесь фото, то и фото тоже можно было бы воспроизвести. Далее, давайте смотрим, что у нас здесь есть. Центр приложений. Первое. Тут у нас управление автомобилем. Все, что касается настроек, об этом мы чуть позже поговорим. Автоматическая парковка. У нашего автомобиля есть такая функция. Вот. И вы можете нажать, и она вас вот так запаркует, предварительно найдя место для парковки. Вот. Далее. Настройки системы. Тут у нас возможность подсоединить по Wi-Fi. Наша мультимедийная система. Единственное, что когда я подсоеднял ее, никакого толка я особо от этого не понял. Ну, наверное, потому что у меня нет навигационной системы TurboDock. Она не установлена. А если была бы, то, скорее всего, как-то, может быть, подтягивались пробки. Возможно. Но это не точно. Дальше. Звукоэкран. То есть регулировка громкости. Возврат звуки. Ну, вот, в общем, настройка звуков поля. Регулировка звука. Яркость. Bluetooth. Информация о системе. То есть мы находимся на КОКАОС. Вот. КОАКОС. КОАКОС. КАКО. Вот. Это вот новое обновление. Такая вот у нас система. Дальше. Информация об автомобиле. Название автомобиля. Кстати, если хотите, вы можете его сменить. Но мы менять его не будем. Мы оставим так. Вот. И очень классная штука. Руководство пользователя. То есть вы можете зайти внутрь и почитать. Она на русском, друзья мои. На русском. То есть узнать все о своем автомобиле. Видите, можно масштабировать. И, ну, все работает очень хорошо. После. Да, плюс. Это, я так понимаю, цифровое радио. Вот оно тоже должно работать, если у вас будет подсоединен Bluetooth. Ой, Wi-Fi. Но, опять же, у нас он почему-то на территории России пока не работает. Музыка по Bluetooth. То есть по Bluetooth вы передаете музыку. Руководство пользователя мы с вами уже видели. Радио. Местные СМИ. Тут как раз Bluetooth. Звонок по Bluetooth. И Easy Connect. Вот Easy Connect это штука, которая является зеркалом вашего экрана. То есть вот смотрите. Бесконечность. Смотрите, как здорово, да? Бесконечность не придет. Вот. Вот такой вот у нас Turbo. Ой, Easy Connect. Что у нас на самом деле здесь может быть? То есть когда мы с вами поворачиваем экран, да, и телефон, то все поворачивается изображение на экране. Мне очень нравится то, что экран большой и все-все видно. Также, что вы можете, например, посмотреть наш YouTube канал. Вот, например, на конкурента. Вот, Skoda Kodiaq. Вы можете посмотреть, чем он лучше и чем хуже. Какие у него особенности. То есть мы все снимаем для вас. Вот. Но правда, Skoda Kodiaq сейчас стоит дороже, чем данный автомобиль. Вот. И там в некоторых комплектациях даже близко тех опций, которые здесь есть, нет. Вот. Но в любом случае, как говорится, выбор штука хорошим. Важный момент, что если вы выключаете телефон, то следовательно изображение с экрана тоже уходит. Вот. Потому что, если, например, вы пользуетесь навигационной системой, то ваш телефон должен быть всегда включен. Если вы хотите, чтобы навигационная система отображалась непосредственно на мультимедийную систему. Вот так вот. Изиконект, как видите, он выведен сюда. Настройки здесь. Но перед этим, как и говорить о настройках, я вам расскажу о скрытом меню. Оно мне очень нравится. Оно вот здесь, с левой стороны. То есть тянете спокойно, и оно появляется. Здесь вы можете управлять непосредственно мультимедией. Здесь вы можете подсоединять, отключать Bluetooth или Wi-Fi. Дальше выключать экран, чтобы он не мешал. Плюс, здесь регулировка также яркости. И плюс, мне нравится, что здесь, ну не то, что нравится, но как факт, что здесь скрыта регулировка громкости. Потому что громкостью вы можете управлять, в принципе, только пользуясь непосредственно кнопками на руле. И вот я долго искал, думаю, где эта кнопка, которая регулирует громкость и код, она здесь. Вы можете легко поднять вверх-вниз, и это очень быстро. Следовательно, вы всегда сможете это делать. Плюс, здесь у нас кнопки, отвечающие за взаимодействие с зеркалами. Причем, обратите внимание, вы можете отдельно складывать левое зеркало, отдельно правое. И потом вместе зеркала раскладывать или вместе их складывать. Это прям очень здорово. Также активируется автоматический парковщик. И вот тут у нас скрыты кнопки, отвечающие за электрооткрытие крышки багажника. То есть вы можете открыть или закрыть. Плюс, здесь есть система помощи спуска с горы, беспроводная зарядка, разрядка снаружи автомобиля. То есть, когда вы являетесь, можно сказать, пауэрбанком для того, чтобы подсередить какую-то технику за пределами вашего автомобиля. Перистатический режим водителя отпускает. Когда вы разберетесь, следовательно, доступ к этой штуке у вас будет всегда под рукой. Ну и вот эта система, которая активирует зеркало заднего вида. В момент движения назад оно будет опускаться вниз. После. У нас здесь передний парковочный радар. Мы можем его включить или можем выключить. Как видите, здесь выведена отдельно вентиляция главного сидения. И режим курения. Очень интересный режим. То есть, когда вы его нажимаете, закрываются все стекла, и автоматически включается люк. Да, ну для того, чтобы курить на свежем воздухе. Вот, и включается, я так понимаю, кондиционер. Вроде так оно работало. Можно ли сюда что-то добавить? Нет, сюда мы ничего добавить не можем. Чтобы его вернуть назад, просто вот так рукой проводите. И все. Качество воздуха мы пока трогать не будем. Ну а сейчас давайте поговорим про управление нашим автомобилем, которое нам предлагается через мультимедиа. Итак, фары. Настройки фар. Автоматическая атмосферная подсветка. Что? То есть, вы можете ее включить или выключить. Если вы включаете, то, следовательно, передние атмосферные лампы, передняя подсветка, вы можете ее активировать, деактивировать заднюю атмосферную. То есть, видите, можно все индивидуально настраивать. Ну и, следовательно, можете выбрать многоцветное, монотонное. Выключено, да? То есть, вы можете вот эти ритмы выбирать. Ритм музыки, ритм скорости. Или просто выключить и сами выбирать тот цвет, который нужен именно вам. Атмосферная подсветка доступна у нас только для комплектации лакшери. Приветственный свет. То есть, когда вы будете подходить к автомобилю, тоже будут загораться фары, чтобы вас встретить. И подсветка всего. Это я не знаю, что. Ну, наверняка очень полезная штука. Далее. Окна и двери. OK. Unlock. То есть, в момент, когда вы открываете дверь, только дверь водителя открывается. Или все двери. Это вы, когда открываете с помощью ключа, выбираете все двери или только дверь водителя. Настройки режима. Это режимы, которые позволяют вам чувствовать себя по-разному внутри своего автомобиля. То есть, что такое здоровый сон? Когда вы этот режим набирая, нажимаете, у вас кресло автоматически переходит в горизонт. И у вас 45 минут для здорового сна. Да? То есть, вы можете выбрать летняя цикада. Как видите, включился кондиционер. Птички в лесу. Легкий дождь. То есть, все 44 минуты будет играть эта музыка. Морская волна. Ручей воды. Костер. И обратите внимание, что вы можете изменить настройки положения. То есть, когда вы нашли для себя это оптимальное положение, вот каждый раз, когда вы будете нажимать этот режим, он будет сохранять именно... выходить именно в то положение, которое вы сохранили. Вот. Все. Мы выходим. Эта система нас больше не интересует. Но, следовательно, когда вы из нее выходите, положение сидения возвращается в исходное, из которого вас оно перевело в это сонное царство. Дальше. Счастливая вечеринка. Когда мы эту штуку нажимаем, у нас активируется музыка. И наши фары начинают активно мигать. Ну, потому что мы на вечеринке. Вот. Также вы можете регулировать громкость. И вот они, фары, мигают, переливаются. Ну, в общем, делают все, чтобы те, кто вокруг, чувствовали себя максимально тусовочниками. Вот. Разные есть треки здесь. Дальше. Выходим из этой темы. И режим кемпинга. Но будьте аккуратны, когда вы нажимаете режим кемпинга, вы должны быть далеко от препятствий. Потому что в момент этого режима у вас открывается крышка багажника. И если там, чтобы что-то стояло бы, она бы за... Крышка багажника за это задела бы. То есть, также у нас режим кемпинга. Вы можете установить, да, вот что вы до 7 часов утра будете спать. Следовательно, устанавливает температуру, у вас начинает играть музыка. И, заметьте, кондиционер не прекращает свою работу. Вот. Вот такой вот режим кемпинга. Это, видите, для того, чтобы у нас поставить палаточку можно было. Выходим из этого режима. Но, единственное, что, когда вы вышли из этого режима, у вас продолжает работать кондиционер. То есть, чтобы он перестал работать, вам нужно его выключить. Ну и плюс крышку багажника мы с вами можем закрыть. Вот здесь, пользуясь кнопкой. Дальше. Режим педали тормоза. То есть, педаль тормоза, она может быть спортивной или комфортной. Но если мы говорим о спортивной, значит, он будет более острый. Комфортная, значит, менее острая. Все, в принципе, логично. Режим помощи рулевого колеса. Можете в мультимедийной системе выбрать жесткость, так скажем, руля. Это стандартный режим, комфортный режим и спортивный режим. Дальше у нас есть возможность выбрать режим рекуперации энергии. То есть, от нуля до ста. Ну, типа, получается аж целых сто пунктов. Ну, это по факту нужно пробовать на дороге. Ну, следовательно, чем больше у вас процентов, тем больше машина сохраняет и накапливает энергии в момент движения. Вот, если ноль, то, следовательно, этот режим не работает. Перестательный режим. Давайте посмотрим, что это за режим. После открытия пользователя отпускает педаль тормоза, и автомобиль медленно движется вперед, не нажимая на педаль акселератора. А, понял. Да, то есть, вот если вы этим режимом не пользуетесь, чтобы начать движение, вы должны нажать на педаль газа. А если у вас этот режим будет активирован, то просто отпустив педаль тормоза, машина уже начнет движение. Аккумулятор глубоко разряжен. Что это за пункт? Регулирует порог заряда-разряда батареи, при включении которого увеличивается глубина разряда и увеличивается запас хода, только для использования в экстренных ситуациях. Ну да, кстати, остальные два пункта, это именно для движения... Это именно для экстренных ситуаций. Супервыносливость. Это штука, которая позволяет нам аккумулятор использовать даже при... когда ниже пяти процентов у нас разряжена батарея. При включении автомобиль может продолжать работу в обычном режиме, когда уровень заряда батареи упадет ниже пяти процентов. И Slow Charging at Head. В общем, медленное. Режим удержания медленной зарядки батареи. Рекомендуется включить эту функцию, когда температура снаружи автомобиля достигает минус 10 градусов, чтобы поддержать температуру аккумулятора в пределах нормальной работы диапазон. Но это к вопросу об обогреве нашего аккумулятора. Смотрим дальше. Помощь при вождении. Об этих пунктах мы поговорим в разделе помощники. Блок кондиционера мы с вами уже прошли. Далее. Удобные услуги. Итак, емкость заряда. Беспроводная зарядка для мобильного телефона. Можете ее активировать или деактивировать. И разряд разрешен. Если я правильно понимаю, то вы позволяете внешним источникам питаться от вашего автомобиля. Настройка приборной панели. Регулируем яркость приборной панели. Очень круто. Все здесь. Звуковое оповещение приборной панели. Средней громкости. Тихо, громко. То есть можем регулировать. Настройка сигналов лампы ремня безопасности. О, видите, он у нас может... О, пристегнуты или не пристегнуты ремни. Мы можем это выводить на приборную панель. Очень здорово. Если задний ремень не пристегнут, то он нас об этом будет оповещать. Отображение энергии. Пробег. И вот такая у нас с вами система. Причем обратите внимание, что отдельная версия для прошивки приборной панели. Потому что здесь у нас русский язык. В принципе, много языков можно выбрать. А вот с приборной панелью там русского языка мы выбрать, к сожалению, не можем. Там английский, китайский и еще какой-то азиатский язык. Вот такие у нас системы. У нас с вами идет в комплектации Comfort 1 USB разъем, а в комплектации Luxury 4 USB разъема. Вместе с этой мультимедийной системой у нас идет 8 динамиков. Ну и с точки зрения качества звука хорошо. Да, сабвуфера здесь нет, но вот играет хорошо. Понятно. В нашем автомобиле есть задние, передние парктроники, ну и плюс камера заднего вида. И при движении назад у нас с вами тоже появляется звук. Ну это, вот видите, шум. Это от парктроников песка, а вот именно шум снаружи, чтобы машина, чтобы вокруг понимали, что машина едет назад. И обратите внимание, парктроники, они у нас непростые. То есть, когда мы начинаем с вами движение, он показывает, сколько у нас сантиметров до препятствий. Это прям очень здорово. Потому что обычно там какими-то квадратиками, а здесь в сантиметрах, и ты сразу понимаешь, что да как. Прямо очень хорошо. И также на при движении назад. Как видите, у нас камера заднего вида хорошего разрешения. На нее можно поснимать кино. Камера с динамической разметкой. Вот. И также, когда мы подъезжаем к объекту, он начинает нам об этом сигнализировать. Ну и давайте поговорим о тех помощниках, которые есть внутри нашего автомобиля. В принципе, это отличительные особенности. Комплектация Luxury от комплектации Comfort. Итак, сейчас то, что идет везде. Антипробуксовочная система. Система распределения тормозного усилия. Вспомогательная система торможения. Система электронного контроля устойчивости. Антипробуксовочная система. Система помощи при спуске с горы. То есть, когда сам автомобиль распределяет, тягивает тормозное усилие, чтобы спуститься. И система помощи при старте на подъеме. То есть, у вас есть 2 секунды, чтобы перебросить ногу с педали тормоза на педаль. Газа и в этот момент машина не откатится. И теперь те опции, которые идут только в комплектации Luxury. Адаптивный круиз-контроль. Включить вы его можете на скорости от 40 до 120 км в час. Установить скорость на нем вы можете от 30 до 150 км в час. Но работает он вплоть до полной остановки. То есть, вы установили скорость, например, 150 км в час. И впереди идущий автомобиль тормозит, тормозит, тормозит. И останавливается до полной остановки. Так вот, ваш автомобиль понимает, что он останавливается, тоже остановится, вплоть до полной остановки. Он начнет движение. И ваш автомобиль тоже начнет движение. Вот. Вот такая вот штука. Но в любом случае будьте внимательны, потому что это помощник. По этой причине все-таки будьте начеку. Следующая система – это слежение за полосой движения. Это система, которой вы можете управлять. Вы можете, чтобы эта система только вас оповещала о том, что вы выходите из полосы движения. Или воздействовала на руль, чтобы вас свернуть в полосу. Это очень классная система. Она вам позволяет ехать не только по прямой, но также и входить в поворот. то есть вы ейти и например без поворотника пересекаете разметку вот а разметка望 определяет за счет камеры который сполагается по главному стеклом следователь если нет разметки то как бы не прицепиться нечему и она ее не определит и следовательно работать не будет если она работает то она следовательно горит зеленым светом на приборной панели о том что да и активно как бы можно на меня рассчитывать так вот если вы включаете перестраивайтесь без поворотника на воздействие на руль будет вас возвращать в полосу это очень важная и нужная штука когда едете и устали и уставшие да то есть вот например вы пересекаете встречку и она вас возвращает следовательно все живы здорово вы вернулись счастливой домой и следующая система определения дорожных знаков то есть когда автомобиль определяет дорожные знаки он может к ним адаптировать адаптивный круиз-контроль то есть такая понимаете очень дружная система слежение за полосой движения удержания в полосе слежение за полосой движения с удержанием в полосе плюс адаптивный круиз-контроллер, распознавание дорожных знаков, и вот вы получаете массу удовольствия и минимально напрягаетесь во время передвижения на дальних дистанциях. И даже, кстати, в городе тоже. Единственное, что система слежения за полосой движения действует на скорости свыше 60 км в час. Вот такой вот нюанс. Минута субъективности. Это электромобиль, который, очевидно, очень выгодно покупать, если вы думаете об экономии. Ну, давайте так, да, цена немалая, объективно, но если мы смотрим конкуренты, на конкурентов, то не особо-то она и большая, если мы смотрим на бензиновых конкурентов. Да, там может быть полный привод, но это все-таки автомобиль не для тех, кто любит уехать в леса за 500 км, помесив грязь, с радостью вернуться назад. Нет, это для тех, кто любит с радостью передвигаться в черте города или любит передвигаться между городами. Для меня это автомобиль идеален, если бы у меня был доступ к розетке, так скажем. Если есть доступ к розетке, живете ли вы за городом или рядом с вами много парковочных мест, где можно подзарядить свой бесплатно, подзарядить свой автомобиль. Или вы, например, работаете там, где можно поставить автомобиль, и он будет заряжаться. Так что вот если так, то на данный момент это идеально. Но я вам скажу так, что это будущее, которое уже наступает. Как я сказал, что производитель этой батареи изобрел то, что позволит его заряжать за 10 минут. Да, нужны будут, конечно, станции, которые смогут выдать такой объем мощности в такой короткий период времени. Но вы должны понимать, что за этим будущее и к этому все идет. И здорово, что этот автомобиль, я уверен, его будет очень легко, так скажем, тюнингнуть, заменив эту батарею на более новую, более совершенную батарею. Вот, это раз. Второе. Очень выгодно с точки зрения обслуживания. Понятно, там налоги, понятно, что там проезд по платным дорогам дешевле, понятно, что парковки в Москве бесплатные. Много чего сейчас делается для того, чтобы люди переходили вот на такие автомобили. Ну и плюс он вместителен, он функционален, он очень хорошо выглядит. И здесь есть все, в принципе, есть все, что нужно. Ну и плюс суператаманка, которая позволит вам отдохнуть, пока другие работают. Так что Skywall ET5 с покупкой вас.